они ближе дальше чемпионат европы вы чемпионка европы 2009 года как выиграли финальную встречу руки тоже разбивали свело судро или же не с не свой уже просто такая усталость накатилась просто пять минут или последних секунд а с кем боролись с ним это моя соперница уже давнишнем и целый сезон она становилась первой всех соревнований везде европы между кубки мира везде была первая всегда на олимпиаде я у нее выиграла на татами всегда злые соперники но в жизни как бы тоже что-ли такое или вы все-таки как-то общаетесь и как получилось на последние секунды выиграли вот как там то и наги что называется ну когда с голенью выброс за спину ногой цепляешь в сумме в горе да так и подсад голени да подсад голени вот я сначала ее все время выхватывала за ножку и назад назад там толкала бычок ну вот что-то такого подобия просто что-то ног так немножко там падала ее туда толкала и как бы толкала-толкала она уже не ждала броска вперед а я сделала вперед и на япон да на япон первый япон такой хороший красивый у меня был обычное удержание в игру ну портрет обычного ну по правилам для вашей категории в принципе то же самое что и для обычных джутаистов то есть вы удушающие болевые да все-все все а вот как сейчас новые правила захват за ноги сейчас запретили нельзя точно у вас как часто будет ну пока не знаю но мне кажется тоже потому что за штаны у нас особо тоже запрещали ну а вообще техника захватов за ноги в вашей категории часто встречается не часто потому что допустим мне удобнее вот мне за штаны когда нам запретили хвататься очень было удобно то что ты первое движение за штаны это не факт что ты за них будешь держаться просто как схватишься и потом подтягиваешь как бы уже ориентируешься ну как ориентир да вот сейчас то что этого нет это плохо и как раз бросок один у меня пошел с ногой и его запретили ну может быть как бы оставить для ну может а в Пекине на паралимпийских играх это первая олимпиада была нет вторая вторая то есть уже такого как мандража не было нет 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 не могу сказать не знаю чуть все по-другому было потому что гораздо больше народа уже конкуренция во много раз сколько человек в самой категории у меня ну и пять было девять у нас уже ну допустили до первого девять человек ну там отборочные да 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 а у нас девять человек допустили ну в моем весе ну это достаточно приличное количество участников а как то есть вы стали третьей да уже и я проиграла на первом на первом я за сцену в финал не проиграла и с позором проиграла почему с позором ой ну не знаю отлеталась просто по полной ничего я не сделала сама налеталась на все оценки а как вот смотрите категория ну вот как бы незрячие борете есть же которые не совсем незрячие вы полностью а как вы боретесь получается то есть полностью незрячие с полностью незрячими борется а те кто имеет какой-то процент зрения они с теми борются или все вместе все вместе у нас нету столько народу совсем Б1 кто не видит нас остается под группу Б1 это совсем невидящий Б2 там есть остаточек времени и совсем Б3 это который еще лучше видит от нас нет разделений то есть может так же выйти что Б3 против вас выходит он в принципе он как бы видит да не то что силуэт но видит достаточно чтобы делать подсечки почему чаще всего слегка и борется в низкой стойке наклоняется убирает ноги потому что я знаю что у меня будет сеть что ну как бы если я чуть выпрямлюсь я могу высечь очень здорово а китаянка она Б1 да а немка которую вы выиграли Немка Б3 достаточно успешная победа получилась да получается а тренировки сколько раз в день тренируетесь ой не в день в неделю в неделю в день два раза ну да то есть утром и вечером утром и вечером получается вся вот ваша жизнь сейчас это тренировки а работа как это моя работа сейчас получается от того что я так понял вы первый номер в сборной России да в своей весовой категории и то есть вы получается за это ну вот стипендию и президентскую стипендию сейчас Босква начала тоже на Россию ну как-то легче стало раньше конечно было тяжелее на одной стипендии и пенсии далеко не увидишь и было тяжеловато а как относится вся семья да родители к тому что увлечение дзюдо и стало работой да ну понятно сначала наверное как-то так сказали ну что такое дзюдо там это мало того что это как бы не особо женские да это борьба да еще и для для вас как бы но потом наверное поняли что результаты есть как-то снисходить или сразу сказали молодец не но у меня мама привыкла с детства в спорте у меня не было каникулы у меня одни как-то у меня все каникулы всегда соревновали соревнования и раньше в субботу и воскресенье меня возили в залы профессиональные занимались спортивной гимнастикой а сейчас ну не знаю мама на пенсии я ее кормлю потихоньку а по москве передвигайтесь самостоятельно на тренировки на сборы на я так ислам сказал что вы не только здесь тренируетесь у себя на базе на полежайском так же ездить и на шабловку и на совеловскую спортшколу даже самбо-70 да я ездила самбо-сестра у меня как-то разрешает ну нормально стали принимать раньше было очень тяжело куда-то поехать и ну наверное тоже сейчас не очень не особо воспринимает как это приходите как а что как кто-то берется и потом разрешает спокойно а кто-то не допускает жалко но какие планы вот сейчас на этот год какие турниры будут чемпионат Европы чемпионат мира что ближайшие какие турниры у нас чемпионат России сначала потом сразу в мир после России через пару минут а когда чемпионат России где-то где-то 10-15 полмарта совсем немножко а где будет чемпионат России походить кажется в Зеленограде а чемпионат мира кажется в Турции в Турции в Турции хорошо погреться можно на солнышке и конечно же есть желание выиграть золотую медаль Олимпийских игр в Лондоне но еще далеко пригадать но как бы не знаю пока не загадываю ну до Олимпиады точно будете еще втрою в боевом точно в этом году до следующей не отвечаю до следующей не отвечаю да спасибо Вик